Всем привет! В этом видеоролике я хотел бы рассказать вам про Synology Office. Я пользуюсь Synology уже больше двух лет и ни разу никогда не пользовался Synology Office. Все просто потому, что у меня уже есть офис, установленный на компьютере. Это либо мой офис, либо Microsoft Office. Также где-то установлен у меня LibreOffice и вот этого мне раньше всегда было достаточно. Но у Synology есть свой собственный офис и если у вас есть Synology, вам в принципе не нужен никакой другой офисный пакет, потому что в Synology он уже есть, грубо говоря, если вы уже его приобрели. Да, он немножко не такой имеет функционал, как, допустим, Microsoft Office, но у него также есть у Synology Office также есть документы, электронные таблицы и даже есть слайды. Кстати, вот слайдов не хватает в мой офис, но мы сейчас не про это. Также Synology Office дает вам возможность работать совместно, можно обмениваться встроенными мгновенными сообщениями прям через плагин Synology Chat для, допустим, какого-то офиса небольшого, где надо совместно работать, просто кайф. Вот я считаю, вообще удобно. Дополнительные возможности, которые дает Synology Office, это вот частное облако, то есть Synology Office, он, грубо говоря, работает поверх Synology Drive. Также вы можете зашифровывать ваши файлы, устанавливать на них пароль и прям из, грубо говоря, офисного пакета вы можете просматривать историю версии, если вам, допустим, надо по каким-то причинам откатить версию файла на более старую. Как установить Synology Office? Для этого переходим в центр пакетов, находим Synology Office и устанавливаем. Он попросит вас установить еще зависимости, это обязательно Synology Drive сервер. Да, без Synology Drive сервер Synology Office не работает. Ну, как вообще по мне, если у вас есть Synology, то у вас обязательно есть Synology Drive. Поэтому Synology Office просто сверху до установите и все, проблем никаких нет. Он весит мало, потребляет мало, ничего не жрет на вашем устройстве. Дальше все, что вам нужно, это открыть веб-версию Synology Drive и, допустим, тут можно в какой-то папке создать и выбрать документ, электронная таблица, слайд-шоу. Можно создать также шаблон и создать защищенный документ, то есть документ, защищенный пароль, чтобы его на всякий случай кто-то не смог еще открыть. Ну, вот, допустим, давайте откроем правило папы. Это вордовский документ. Щелкаем просто два раза. Оп, открылась. Вордовский документ. Можете его редактировать, как вам будет угодно. То есть, тут все точно так же. Самое главное, что здесь есть, это можно нажать на файл, сохранить как и сохранить в формате Microsoft.doc. Да, по умолчанию Synology Office не умеет работать в Microsoft Office с документами, то есть, да, с его типами. То есть, чтобы открыть, допустим, тот же Microsoft Word документ или Excel-овские таблицы майкрософтовские, Synology Office может их открыть. Но он скажет, давайте их преобразуем в мой фарват. Вы их преобразовываете и открываете. Преобразуются. Я вам несколько документов преобразовывал таким образом. Все классно и четко. А если вам, допустим, надо... Вот давайте презентацию Excel, то есть, откроем, да, вот есть... А если вам надо потом, пока вы... Как вы отредактировали документ, вам надо опять его сохранить в Microsoft Office стандарт. Вы нажимаете файл, сохранить как и сохраняете. Вот, допустим, в Excel это либо Microsoft Excel, PDF и CSV. Все так же делается. Все очень просто. Тут бы я хотел еще вот отметить, да, допустим, история файлов. Прямо отсюда можем посмотреть журнал. И мы вот видим, можно сразу историю файлов смотреть, как они, как файл менялся со временем, да, и откатиться на какую-то неопределенную версию, да, этого, этого самого документа. Вот, я пока откатываться не буду. То есть, тут все как бы переименовать можно прямо отсюда, да, вот нажимаем на название, переименовываем. Все довольно-таки просто. То же самое с презентациями. Создаем презентацию или открываем ее, делаем презентацию. Тут как бы все классно, много всяких слайдш-презентажек, да, это вот я такой шаблон презентации выпал. Вот там еще много всяких разных. Можете выбирать носку на свой вкус и цвет. И потом при необходимости, либо прямо отсюда, да, ее можно вот делать ее слайдш-шоу, вводить ее там на проектор, на экран какой-то, да, если вы со своего компьютера, либо просто сохраняете ее, если вам нужно кому-то передать, то точно так же сохранить, как в Microsoft PowerPoint или PDF. В этом плане и презентации тоже все классно работают. Я уже попользовался Synology Office несколько месяцев, делал для ребят своих всякие презентажки, вордовские доклады, в ворде делал, ну, ворде, в текстовом редакторе, да. Все классно, и распечатывать можно, и так далее. Но тут небольшой момент. Если вот этот файл у вас лежит, допустим, где-то через, в проводнике, да, через Synology Drive клиент для ПК, когда вы на него щелкаете, он открывает это все в веб-интерфейсе, то есть у вас постоянно таблица в веб-интерфейсе. Но зато эта таблица, так же, как и в Google, в Google можно, допустим, поделиться, да, с кем-то, общую ссылку дать, и люди могут ее даже редактировать, как те люди, с которыми вы поделились этой ссылкой. Тоже очень, да, очень, как бы, удобно. Ну, то есть полностью облачный Synology Office, вот, прям полностью. Ну, а в целом, если вам вот облачный офис, конечно, не нужен, и у вас уже есть какой-то офис, к которому вы привыкли, то, конечно, Synology Office, наверное, вам, ну, может быть, не подойдет. То есть стремиться перейти прямо на него, это, ну, не та затея, ради которой, наверное, стоило бы все это дело затевать. А вот если у вас дома нету никакого офиса, зато у вас есть Synology, то можете спокойно пользоваться Synology Office, не устанавливая никаких дополнительных программ, и не париться ни с лицензиями, ни там, с ключами, ни с чем-то еще. Ну, и на этом видео про Synology Office, я думаю, подошло к концу, тут особо-то рассказывать нечего. На самом деле, попробуйте, удобно, все работает классно, приятно. На этом все, всем спасибо, всем пока, желаю удачи. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok